всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я предлагаю для вас мастер-класс по вязанию вот таких жгутов из бисера эти жгутики вяжутся полустолбиками я сейчас все вам покажу два жгута у меня уже готова я связала один жгут длиной 43 нет 45 сантиметров с концевиком и вместе на шею жгутик и один жгут 20 сантиметров это браслетик сами понимаете вот так выглядит браслет сейчас я свяжу еще один жгутик меньшего размера чем вот этот то есть где-то примерно 40 сантиметров будет его длина для того чтобы можно было надевать два жгута на шею носить это так либо надевать его на руку вместе с таким браслетом чтобы здесь было побольше так скажем вот этих жгутов на руке и еще что я вам хочу сказать то есть это такая идея для вас тоже перенимаете запоминайте я еще хочу точно такие же несколько жгутов связать из желтого бисера для того чтобы носить их вместе то есть чтоб они были компаньонами и дополняли друг друга желтый и зеленый сочетаются очень хорошо между собой тем более что вот этот бисер и желтый и зеленый это одна серия то есть матовый бисер с прокрашенной блестящей серединкой вот вот так вот смотрите желтые зеленые будут вместе в общем сейчас мы пока вяжем зеленым бисером можете запомнить номер желтого 87010 это бисер прицелоса чешский бисер хорошего качества и доступный я бы сказала по цене вот зеленый бисер у нас 57060 в каждой упаковке 50 грамм вы видите я уже связала два жгута и у меня еще ну пол упаковки то так нитки подобрала зеленые нитки не хотелось мне вязать темными зелеными нитками поэтому я не стала искать именно вот такого цвета нитки почему во первых потому что при таком вязании есть шанс что эти нитки слегка будут просвечивать если очень хорошо приглядеться то вот между рядами бисера там вот этот вот эти ниточки можно в принципе разглядеть если очень захотеть поэтому так как серединка блестящая прокрашена с желтым и нитки и с желтым будут сочетаться и с зеленым и в принципе вот тут вот этот вот светло-зеленый оттенок ниточек он нисколько не мешает он подчеркивает блестящие серединки бисера для своих жгутов я выбрала концевики с внутренним диаметром 8 миллиметров это концевички посмотрите у них внутри это не магнитные концевики но они очень плотно застегиваются и уверена что будут очень хорошо держат там внутри силиконовый прокладка или как это назвать в общем и вот этот вот штырёчек входит туда в силикон и очень плотно 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 как вы видите застегивается все и уже их просто так не расцепить такие же концевики можно найти с магнитной застежкой то есть с магнитиками вот это тоже внутренний диаметр 8 миллиметров правда сам концевичок видите потолще по стеночкам и у него бывают я показываю просто какие бывают концевики вот такая есть так скажем углубление внутрь он входит и там уже примагничивается то есть тоже я считаю что застежка очень надежно не потеряется этот жгут под концевик 8 миллиметров я вязала на 6 бисерин соответственно вяжите всегда образцы для того чтобы но на маленьком размере попробовать все увидеть отработать какие-то детали и уже потом набрать то количество бисера которое вам необходимо вот 6 миллиметров ой 6 бисерин 8 миллиметров хоть есть у меня еще похожие концевики но правда уже видите они просто так вот примагничиваются эти концевики на 10 миллиметров это тоже видите тонкий этот с толстенькими стеночками вот такие вот магнитные как концевички и в эти концевики уже думаю пойдет жгут на на 8 бисерин то есть полустолбиком у нас вяжутся жгуты которые с небольшим диаметром то есть это 68 но максимум 10 бисерин от 10 бисерин в ряду уже в принципе можно вязать столбиками без накида но и полустолбиками тоже жгутик у вас получится для набора бисера нам понадобится иголка то есть вы можете взять вот ку длинную иголку с тонким ушком и тогда вам придется придумать какое-то приспособление некоторые вдевают сюда тонкую ниточку и делают такую петельку через которую уже пропускают нитку более толстую либо попробовать сюда завести нить нити направителем не знаю не пробовала потому что пользуюсь вот такой иголкой сама эта иголка которая с большим ушком она вот так вот выглядит так скажем двойная игла моя любимая мой любимый инструмент вот видите вот и туда туда очень легко завести ниточку в эту иглу сейчас я вам покажу вот буквально видите хвостик завели и не надо этот хвостик продевать далеко для того чтобы он не выскочил до согласитесь вот в такой иголки нам придется следить за этим хвостиком он может потянул нечаянно и он выскакивает здесь никуда нить не денется все она уже на намертво здесь зацепилась вот эта прелесть этих иголок я пользуюсь только такими хотя для набора это иголка мягкая и некоторые говорят что не любят их набирать ими бисер неудобно я справляюсь мне нравится в общем смотрите пробуйте я вам показала чем я работаю вязать я буду крючком 0 8 миллиметров можно взять крючок до одного миллиметра я думаю ну максимум может быть один на один некоторые вяжут крючками 0 5 для меня 0 5 как там вот вот 0 8 самое то 0 для того чтобы обрезать потом нить в конце вязания вам понадобятся ножнички и да чуть не забыла нам еще понадобится клей мы будем жгутик вклеивать в конце век клей выбирайте прозрачный надежно ну хотя бы вот такой вот клей момент кристалл бывают еще специальные ювелирные клей это b6000 b7000 они называются можете приобрести такой они тоже прозрачные в общем нам главное чтобы нигде ничего не вылезло и никаких пятен нам тут на бисере клей не оставил и конечно же сам основной инструмент для работы это вот этот вот силиконовый коврик в общем это просто спасение это такая находка сами видите силиконовый коврик из кухни то есть для кухни для выпечки какой-то в общем я спасаюсь им мне очень нравится бисер по нему не катается набирать хорошо идеальное решение вот такой вам лайфхак от меня все теперь давайте приступим к вязанию жгутов так для того чтобы нам сделать набор бисера насыпаем бисер на подложку посмотрите видите я сыплю не боюсь что он возлетится у меня по всей комнате прям идеальный коврик насыпаем бисер небольшое количество для того чтобы начать набирать но для начала я уже сказала надо связать образец и отработать на образце так скажем все тонкости понять какой концевик подойдет посмотреть на свою плотность вязания посмотреть на то как ведут себя нитки в вашем изделии да может быть они будут проглядывать и не так как у меня подчеркивать вот этот блеск а наоборот как-то выбиваться тогда возможно нужно будет поменять ниточки вот то есть мы на к на образце все отрабатываем то есть для образца вы возьмете небольшое количество бисера и свяжите его тут все понятно но сколько нам бисера набрать для определенного размера жгута девочки не переживайте я для вас сделала калькулятор оставлю под этим видео ссылочку на видео как работать с калькулятором и ссылочку на сам калькулятор это распечатанный мой калькулятор тут уже связала несколько жгутов по нему тут уже подчеркалась руками ну вот примерно вот так он выглядит если вы его будете распечатывать в принципе нам из этого калькулятора нужно будет только одна цифра которая у нас вот здесь вот посчитается поэтому можно не распечатывать просто в телефоне либо в компьютере сделать свой расчет и просто взять вот эту цифру за основу например у меня на жгут который длинный я набирала 2 метра 45 сантиметров по-моему на вот этот жгут у меня был набор метр то есть тут все зависит от размеров вашего бисера от марки бисера от вашей плотности вязания от ниток которые вы используете так что если вы свяжете образец вы просто посчитаете вот здесь вот ряды измерите его в сантиметрах занесете это все в таблицу калькулятора и вам калькулятор скажет сколько метров набрать вот прям как в той рекламе сколько вешать в граммах все теперь я начинаю набирать вот так вот стараюсь вот этот бисер держать в кучке для того чтобы нырять туда иголочкой и чтобы сразу иголочка захватывала несколько бисерин у меня вот так вот набираем при желании можно приобрести спиннер это специальный спиннер для бисера тут сюда насыпается бисер раскручивается и подставляется вот такая кривенькая иголка длинная держите его и бисер так вот на эту иголку насаживается но это иголка с тонким ушком поэтому набирать руками вот этой двойной своей иголочкой с широким ушком это чуть дольше чем спиннером все я продолжаю свой бисер набирать и потом просто возьму сантиметровую ленту и буду набранный бисер прикладывать к этой сантиметровой ленте и смотреть сколько же метров я набрала калькулятор мне посчитал 2 метра 17 сантиметров так что расчет точный поэтому напоминаю калькулятор будет под этим видео там же будет видео как им пользоваться и так девочки набор у меня сделан то есть нужное количество сантиметров я набрала вот у меня еще осталось смотрите 50 грамм ну на браслетик то точно еще хватит в общем очень экономичным 50 граммового упаковка жгутов можно навязать много и так смотрите иголочку вынимаем я ее уже была на место начинаем вязать но смотрите вот у меня остался вот такой вот кончик нити как вязать соответственно мы сейчас этот бисер должны передвигать по нитке когда мы будем вязать как мы это будем делать смотрите отматываю от клубочка какое-то количество нити но я обычно метра два это делаю я так вот маленькими порциями вам покажу не буду сейчас как как я это делаю вот то есть отмотали нитку от клубка теперь берем небольшими партиями вот так вот двигаем на это расстояние бисер передвинули дальше еще партию берем передвинули еще партию и так далее пока у нас не останется небольшое количество бисера для того чтобы мы могли уже работать им да то есть как по оставляем бисер которым будем сейчас вязать вот к примеру вот так то есть теперь я могу вот этот бисер двигать так как мне надо беру крючок и начинаю вязать то есть я его отодвинула ниточку буду вязать 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 и когда у меня уже бисер который останется не провязаны передвинется к этому бисеру то есть опять ниточка вся уйдет в работу мы снова от клубка отмотаем и точно также потихонечку аккуратно передвинем теперь берем крючок начинаем вязать я можно делать петлю амигуруми здесь в начале я уже показывала в своих видео такой способ можно делать допустим вот раз я на 6 бисерин вижу свой жгутик вот 6 6 петелек косички я набрала все замыкаю вот эту косичку в круг и вот от этого круга мы будем сейчас начинать вязать придвигаем 6 песенок можно побольше но главное считайте чтобы у вас в ряду было столько бисерин насколько вы вяжете свой свой жгутик так ныряю ныряю в первую петельку пододвигаю бисеринку захватываю ниточку и провязываю все что у меня на крючке то есть должна остаться одна петля то есть вяжем мы полустолбиками снова ныряю в это колечко придвинула бисеринку провязала все что у меня на крючке то есть за один раз вот они бисеринки там прикрепились немножко муторное начало то есть в шесть бисерин в этом ряду я должна сюда завязать так четвертое четвертое так пятое и шестая то есть тут главное распределить эти бисерины по тому кругу который у нас есть вот что у нас получилось вот там где-то они что-то непонятное как обычно до самом начале так начинаем вязать второй ряд вот там у меня бисерины которые я вязала в первом ряду мне нужно вот бисеринка держится на петле на петле из ниточки мне нужно нырнуть крючком под эту бисерину и причем бисерину уложить справа от крючка да пока вы тут не мешайтесь нам дальше ниточка должна быть сверху вот это в первом ряду все очень сложно и непонятно ниточка должна быть обязательно сверху вот этой бисерины которую мы уложили придвигаем первую бисерину второго ряда и точно также провязываем сразу обе петельки то есть делаем полустолбик следующую завожу крючок туда толкаю бисерину чтоб она справа от крючка оказалась ниточка сверху на этой бисеринке лежит придвигаю новую провязываю обе петельки следующее так нам провязать надо 6 бисерин второго ряда вот видите под подвела крючок уложила бисерину ниточка сверху иногда будет получаться прям само собой иногда надо будет очень внимательно за этим следить для того чтобы прям уложить ее там дальше уже как-то жгут будете вязать уже будет все легче ведь все уложила сверху ниточка только тогда подвигаем бисерину для второго ряда и провязываем все что у нас есть на крючке девчонки у меня есть урок по вязанию вот таких вот жгутиков полустолбиками урок который я снимала специально большими бисеринами и толстыми нитками то есть там все намного понятнее как все должно быть давайте я оставлю этот урок под видео до ссылочку на этот урок вы кому непонятно пройдете и посмотрите его потренируетесь и уже на мелком бисере у себя вам будет вот ну вот как то вот такое начало да сейчас это не все как бы они скомпонуются в кучку и будет все хорошо то есть вот провязали вот у меня еще одна там бисеринка которую надо так сейчас раз два три раз два три нет это уже все третят пошел бисерины снова пододвигаю небольшое количество чтобы они тут все нам не мешались так вот сюда вот в эту первая бисерина второго ряда опять же смотрим чтоб она у нас легла на нее ниточку и вот теперь пододвинули бисеринку так провязали обе петельки следующее так уложили ниточка сверху провязали все кропотливо держаться не за что поэтому нитки еще тут какие-то лезут в работу поэтому поэтому первые ряды набирайтесь терпения дальше они сейчас все встанут на свои места жгутик немножко удлинится и все будет как по маслу вот у меня уже получается все хорошо ведь пододвинула накинула провязала видите уже все они начинают вставать туда куда надо подтягиваются так сказать жгутик все вот видите они уже на своих местах и я уже спокойно захожу вот в очередную по по порядку бисерину она у меня спокойно укладывается на бочок не уже легче а когда жгутик станет длиннее вам будет за что тут ухватиться за что держаться все вот таким образом вяжем кому что-то непонятно я все понимаю нитки тонкие и бисер мелкий идите смотрите тот урок который я для вас снимала до туго то есть как вяжется вот эти вот жгутики на более крупных бусинах и нитках все меня уже скорость набирается держаться уже почти что есть за что я пошла вязать дальше итак девочки у меня остались последние бисеринки от набора нету зала я их сейчас довязываю и покажу вам как закончить потому что у нас когда мы вяжем бы уже наверное заметили если начали вязать что верхние бисеринки которые в последнем крайнем ряду у нас находятся они такие как бы растопыренные получаются и сейчас я покажу вам как их можно под собрать вот видите они в разные стороны растопыренные и когда закончится у нас последний ряд мы просто точно так же проходим подхватываем бисер предыдущего ряда но уже не пододвигая бисер провязываем вот эти вот полу столбики то есть получается 6 штук полустолбиков мне нужно провязать раз у меня 6 бисерин в ряду если это 8 бисерин в ряду вы решили вязать то значит вам надо 8 столбиков провязать ну такой еще куда-нибудь засунуть какой не закрепляющий нет видимо не надо вот все сейчас после того как у вас закончился набор на нить то есть вы и связали весь бисер в принципе вы можете его измерить но мне что-то тут линейки не хватает давайте измерим потому жгутику который у меня уже есть мне нужно было получить жгут чуть чуть меньше длиной ну вот примерно что у меня получилось берем ножницы обрезаем ниточку все у нас узелок завязан и можно вклеивать концевик посмотрели с обоих сторон как затянуты здесь узелки и теперь можно принципе обрезать это чуть-чуть покороче эти ниточки посмотрели и начали в конце кончики нитей посмотрели как тут завязаны узелки и кончики можно убрать все ниточки нам больше не понадобится крючок тоже берем клей и берем концевики разъединяю концевик то есть вот вот концевичок здесь будьте аккуратны если такие же концевики возьмете вот здесь вот дырочка насквозь то есть получается что вот тут может туда где у нас будет заходить вот этот 4 очек туда может пролиться клей но ничего страшного вот там чем-нибудь там подковырнете уберете но лучше туда конечно не запихивать клей у клея носик достаточно большой а у концевика вот это вот горлышко мелковато поэтому рекомендую запастись зубочисткой и чтобы промазать там хорошо детали дни боковые стороны концевичка распределить просто там клей равномерно она хорошо все тут внутри промазать чтобы все стеночки были клеем со вторым концевиком поступают точно также все теперь намазываем клеем края бисерного жгута ну что-то у меня тут клей вылезла столько и аккуратно заводим бисерный жгут туда в наш концевик подталкиваем крайние бисерины они не очень то хотят туда заходить так и лишний клей убираем сразу все вот такая красота заводим точно так же вторую сторону проверьте обязательно края концевика чтобы клей никакого нигде у вас тут не повисло и так девочки вот что у меня получилось посмотрите какая красота то есть у меня получился вот такой маленький браслет то есть по руке и два вот таких вот жгутика которые чуть-чуть отличаются по своей длине вот видите их можно носить как я уже сказала вот в таком виде то есть на шею ожерелье из двух ниток тут браслетик можно взять оставить одну нить на шее и вот сюда добавить много много в браслет также сейчас я еще свяжу из желтого бисера таких же жгутов и буду их скорее всего летом когда солнышко когда тепло когда хочется много цвета буду их комбинировать и еще хочу вам показать как вот эти жгуты можно связывать между собой то есть если вам необходимы какие-то более более длинные нити жгутов то вот пожалуйста соединяем и у нас получается более длинная нить либо добавляем все в одну и и точно также из вот этой длинной нити что-то придумываем комбинируем как-то с чем-то в общем вот такая красота у меня получилось вот вариации с этими жгутами думаю можно придумать очень много я надеюсь что в процессе носки они у меня еще будут появляться какие-то вариации да надеюсь что мой урок был для вас понятен желаю вам наплести таких жгутов себе возможно в подарки близким родным возможно на продажу девчонки желаю вам приятного рукоделия не забывайте что в описании под этим видео есть ссылочка на калькулятор который позволит вам сэкономить время и быстро сделать расчет сколько бисера набирать надеюсь что вы уже подписались на канал нажали на колокольчик чтобы не пропустить новые видео также оценили это видео поставив лайк девчонки пишите в комментариях захотелось ли вам связать такие жгутики мне будет интересно получилось у вас или нет если возникли какие-то вопросы обязательно задавайте их комментариях но у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока